всем привет дорогие друзья добро пожаловать на второй урок будет он посвящен материалам посмотрим свои материалы как их накладывать как с ними работать и так далее в общем то давайте для начала подготовим нашу новую карту к материалам я пожалуй добавлю стены так это вид слева слева нам не надо вид сверху давайте таким вот образом сделаем скопируем просто чтобы они были так сказать так вид слева нет давайте вид сверху она выделим из другого вида их просто чуть-чуть приподнимем так у нас появились стены у нас есть пол у нас есть стены и давайте сделаем это нашей новой картой чтобы она не была тестовой потому что мы это все делали в тестовой для этого мы можем просто убрать вот этот основной пол нажимаем дэвид и нажимаем save current as здесь мы можем создать папку в maps правым кнопкой жмяком создаем папку а вот у меня уже есть верил мам я просто со второго раза пишу там немножко закосячил здесь пишем название пусть будет туториал сохраняем и теперь у нас появилась в папке maps две папки тест map и tutorial map tutorial map у нас появился собственно файл левела это уже наша отдельная карта а здесь тест map если мы сюда зайдем остается собственно все так же то что мы делали вот итак переходим в tutorial map здесь у нас просто ничего нету по дефолту в билде у вас всегда будет солнце которое если вам не нужно вы можете допустим удалить и всегда будет player star player star давайте мы сразу на старт собственные подвинем итак материал здесь у нас есть папка материалов здесь у нас представлены обычный материал то есть а мне знаю стены пол потолок все что угодно это самая обычная текстура если так будет понятнее есть стекло есть решетка и есть свет как с ними работать ну во первых нужно создать я не буду говорить как устроен материал хотя если ну давайте для понимания заходим если в бейс материал здесь у нас сделаны параметры то есть параметр base текстуры параметр металлика параметр спекуляр металлик бейс это собственно наша обычная текстура как бы ну которую мы хотим использовать металлик это отражение спекуляр это блики рап нас это шероховитость и нормал map нормал map собственно это объем и каждому из параметров прикручен еще один параметр который выглядит немножко по-другому и собственно прикручен через мультиплей чтобы его можно было регулировать таким вот образом устроено все но более будет понятно когда мы сделаем инстансы с вами то есть вот так примерно устроен любой материал здесь может накручено быть больше и больше и больше параметров очень много всего добавлять если что сюда через правый клик но опять же я скажу что я далеко не профессионал как создавать какие-то материалы интересные это уже не ко мне это пожалуйста в youtube потому что я сам еще учусь так закрываем это это нам не нужно ну и собственно также устроен любой материал то есть где-то можно цвет прикрутить если вы хотите цвет текстуры поменять где-то можно но здесь цвет допустим прикручен вот мишен color примеру это параметр трехцветный здесь уже можем дефолт валю допустим вот здесь открываем и любой цвет собственно по джебет крутим итак чтобы начать делать материал нам нужно из этой папки сделать нам материал инстанс нажимаем правый клик на материал делаем материал инстанс и переназываем вот для удобства лучше писать буква и чтобы вы точно знали что это инстанс чтобы каждый раз не наводиться там не искать и так далее пишем допустим полда а подождите создаем здесь у нас текстуры и создаем материал материалс в общем вот берем наш материал из нас переносим материалы и как устроен инстанс инстанс у нас показывает все материалы мы добавить ничего нового не можем он у нас показывает все материалы которые мы прикрутили к нашему обычному как бы базовому материалу здесь везде ставим галочки но естественно если вам допустим не нужен металлик можете просто не ставить галочку значение будет дефолтная она не выключает она ставит дефолтное значение сразу ну вроде как так а везде галочки сохраняем например это нам пока не нужно это можем отложить и в текстуры нам нужно добавить собственно нашу текстуру с которой мы будем работать я уже себе естественно подготовил так чего перекидываем просто переносим сюда текстуру вот у нас появилась текстура ее можно открыть здесь тоже есть разные параметры и яркость и так далее но это принципе ничего ничего можно не крутить лучше это все сделать фотошопе и уже готовую текстуру сюда перекинуть если вы какие-то манипуляции хотите производить и нам для того чтобы сделать наш материал то есть чтобы вот из нашей текстуры вот этой получить металлик получить нормал мапу получить ровность и спекуляр мы будем использовать и я ее всегда использую если кто-то был на стримах по маппингу вы скорее всего уже сайте будем использовать материал из материалов открываем ссылка будет в описании на скачивание естественно и первым делом здесь нам нужно открыть дефюс мап правим дефюс мап у меня уже все подготовлено находим в общем то где наша текстура находится в папке где она лежит не в андре ли и пиде куда вы ее закинули в папке где она лежит у вас на компьютере не в андре ли открываем ее и вот она у нас здесь наложилось в общем то далее из дефюса делаем хейтмап первым делом ведь у нас дальше нормал закрыт мы можем сделать металлик но я обычно иду вот в таком порядке дефюс мап сделали здесь ну здесь тоже можно что-то подкрутить но я обычно ничего не меняю потому что меня в целом устраивает все так делаем create аймап аймап это карта высот это наверное уже знаком кто-то знает здесь у нас но я использую снова вот эти пресеты есть контраст но контраст я не использовал меня всегда на дефолте я использую снова вот эти пресет дефолт details и дисплейс я думаю что так как здесь у нас ярко выраженные темные места то есть очевидно что камни должны как бы быть намного снаружи чем плоские да как вот тут нам нужен details именно вы конечно если прямо хорошо разбираетесь можете и покрутить и повертеть это все но я использую обычные пересеты меня в целом они пока что устраивают внизу тыкаем с это sky map и у нас эта текстура выбран но выбралась появилась чтобы посмотреть результат то что у нас получилось нажимаем show full материал и здесь мы уже видим что если покрутить крутить правый правым кликом если что здесь уже видно что появились собственно камни не просто картинка а именно появились и вот камни далее делаем нормал мапу тоже используем конь пресет я думаю что меня устроит smooth это с нормалом обшел full материал и вот они уже более ярко выраженные такие камни далее создаем металлик металлик это отражение здесь в целом я меня только вот этот один параметр в основном и я думаю что можно вот такой вот и оставить вот дефолтный делаем сохранить как металлик и далее теперь сохраняем сохраняем выбираем папку называем как-нибудь чтобы не запутаться потом допустим бригс до кирпичи условно ли урок давай рог урок нажимаем select и у нас теперь в этой папке все сохранилось можно выбрать естественно файл формата но лучше для андрила сохранять в пнг потому что джипегом бывают некоторые там пиксельные проблемы и так вот они у нас тут все появились мы их можем взять вот здесь я просто не знаю зачем это добавил это мы можем удалить мы берем все наши карты то есть тут все сохранилось и diffuse оригинал хайд металлик и норму и собственно сам сама настройка материал айза тоже сохраняется то все четыре выделяем добавляем в текстуры себе вот они у нас и теперь материал из нас и мы можем очень легко и просто их подставить то есть смотрим бейс это diffuse выбираем его нажимаем на стрелочку либо можем выбрать здесь в списке но это бывает достаточно долго особенно если у вас много разных текстур и заколебетесь искать в металлик собственно выбираем металлик нормал мапу нормал мапу равны спалом я хэйт а и всегда использовал и спекулер тоже металлик открываем материал что было получше видно и теперь здесь мы можем подкручивать какие-то параметры а я походу перепутал может нет он сейчас посмотрим и здесь мы можем крутить в общем-то и раф нас и металлик то есть вот он либо должен блестеть больше единицы река не рекомендуется ставить лучше в пределах единицы целой это все подкрутить спекулер и таблики в среднем значение там для обычной какой-то текстуры они где-то вот 7 вот где-то 5 должно быть на здесь перепутал здесь вот так должен быть здесь хейт здесь металлик вот он сразу лучше стал всем по идее камень чуть-чуть должен сверкать да здесь у нас тоже есть солнце мы можем этого так примерно посмотреть сбоку раф нас это собственно шероховитость то есть убирание бликов ну такая матовость если так правильнее сказать и спекулер и таблики блики я думаю нам не особо нужны давайте чуть-чуть оставим металлик наверно можно приподнять но вот таким образом как-то настраиваете нажимаем сохранить и теперь выделяем наш пол и нажимаем shift b например shift b у нас выделяет все абсолютно полигоны все стороны этой браши нажали shift b переходим материал и здесь у нас есть в details вкладочки если он вдруг только открыто есть элемент 0 материал и также можем либо перетащить но мне удобно на стрелочку потому что бывает там и брашей многое друг на друге и так далее удобнее все-таки и выделите стрелочкой нажимаем а выделяем материал нажимаем и вот она у нас наложилось мы здесь на карте не видим этого потому что у меня стоит англиб англиб выключает все эффекты если мы нажмем лид от солнца мы сразу видим вот он у нас грубо говоря крупный такой камеш текстура не самая может быть прям удачная красивая но и на ней лучше всего видно теперь если у нас допустим какая-то неровная сетка у нас вот тут вот неправильно криво как-то наложились текстуры на данный момент более менее правильно но тем не менее я покажу выделяем значит все броши нажимаем shift b и здесь есть джо метри алла лайнен делаю здесь играемся уже со значениями в зависимости от ваших брошей как они построены можно все это подогнать то есть смотрим сервис дефолт вот он подогнал всю себе как бы внутреннюю сетку брашей планар вот он меняет планар вол это как бы по стене кого-то он выравнивает планар floor ну так как у меня выбрано все ведь он пол сделал ровно как бы да а стены он исказил фейсбокс можно сделать и surface fit а то он фитит собственно одну текстуру на всю брошу я обычно использую планарту не большинстве случаев он пригождался чтобы убрать текстуру можем просто их выделить и нажать стрелочку он делает дефолтную и и вот мы добавили новую текстуру давайте теперь добавим с решеткой в целом все просто то есть тут если мы сделаем материал инстанц тут просто добавляем нашу прозрачную ну как обычная решетка чтобы была прозрачность у нее то есть ну ну вы понимаете что решетка обычная как бы текстурой и чтобы между решетками где должны быть дырки была прозрачность именно в фотошопе ней там не черный там не какой другой цвет просто прозрачность и точно так же таким же образом выстраиваемый у нас здесь будет появляться решетка так этот нам инстанц не нужен ну и давайте со светом со светом тоже может быть интересно давайте сразу сделаем свет я так сделал лампу например да переносим в материалс и давайте я найду какую-нибудь лампочку ст2 вот вот например да с ст2 лампочки у меня здесь уже эти все готовы давайте их и возьмем чтобы нам было проще сразу в текстуру кидаем их и здесь открываем instance здесь немножко по-другому да здесь всего три то есть нормал это нормально чтобы собственно она нормально выглядела окошко ну просто можно свернуть можно развернуть я думаю что вы ребята адаптивные как бы со всем разберетесь я буду показывать суть я не обучаю андрилу если что если вдруг кто-то будет задавать сложные вопросы и так на бэйс собственно накладываем дефюз хейт мне нужен металлик не нужен я наверно просто по инерции создавал и light но нормал собственно нормаль и эмиссив 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 это материал пока я его наверно взял я его наверно из другой папки взял отлично здесь у меня нету да так ну давайте найдем не проблема так я не помню это какие-то эвиловские текстуры точно помню что это эвиловские или давайте просто любые анод за одну решетку давайте за добавим lights ига давайте откроем xn view ничего страшного так lights это у нас решетки а это вот эти lights другие lights давайте получше найдем lights а ну вот например вот такая вот лампочка да у нас есть нормаль тогда не будем создавать это не так критично с нормалями я думаю вы поняли все перетаскиваем их до текстуры к примеру да ставим значит вот это у нас blend посетите здесь прозрачность это у нас то что будет светиться за клуб материал заменяем тогда ставим сюда diffuse каким вот образом он выглядит пока что блестит это ничего страшного это мы все настроим потому что эмиссив белый наверно стоит поэтому он так бликает вдруг нормаль мы уберем нормально мне нужно и собственно glow или blend они бывают называются ставим на эмиссив теперь включаем эмиссив рафтас рафтас это собственно чтобы нам подрегулировать должна она бликать или нет давайте сделаем чтобы не блик не бликовала эмиссив это яркость сила как она будет сильно светиться и эмиссив калор мы можем выбрать любой давайте растут такой желтоватый давайте его примерно таким и сделал мы можем вообще вот так вот сделать и не париться пипеткой и эмиссив собственно если мы крутим он у нас прямо на глазах и начинает светиться здесь же можно больше единицы ставить значение если что тут уже смотрите как вам ну вот тут давайте так оставим сохраняем давайте добавим новый бокс давайте его уменьшим ведь он снова стал не по сетке давайте и пейлс а лайн брашки сайсис давайте мы из него сделаем небольшой кубик так кубик нам нужен кубик и вот образом сбился пивот я уже по привычке выставляю чтобы потом нам не кочкало мозги это ведь и не ровно поставился нужно по идее со всех сторон выставлять потому что он в одной проекции его выставляет но это уже дело наживное и так вот у нас кубик выбираем его нажимаем shift b и в материал с эту собственно наш материал лампы добавляем видите он добавился как-то не очень в этом случае мы можем сделать fit например либо но он видит он как бы с плюс ну ты да он у вас получился получилось немного с плюс ну ты в этом случае мы можем пройти дальше в surface properties и здесь на настройки собственно самой сетки внутренние сетки браша то есть как будет отображаться текстура это у нас передвижение здесь мы можем двигать вверх либо вниз как вам угодно здесь у нас поворот если вдруг он будет необходим на 90 градусов на 45 либо можно ввести свое значение либо здесь также можно ввести свое значение клип это собственно поворачивание по ию координатам или по vi то есть вертикально либо горизонтально отражать ее и собственно scale scale в основном для лампочек настраиваться очень бывает долго потому что они обычно вытянуты они не квадратные стало быть и scale будет неровный здесь у нас стоит замочек и чтобы поставить неровный скилл нам нужно его нажать чтобы он открылся и здесь давайте теперь уже играться вот например по 25 да ну в целом меня устраивает давайте подвинем наверно ну вот образом да я не буду прям супер ровно делать вот мы нашли допустим что вот так выглядит хорошо да давайте тогда наш кубик просто положим твое с видом сверху по куда вот и у нас вот пожалуйста есть текстура давайте мы ее 90 повернем 90 это андрил так поставим ее по сеточке красивенько пусть у нас тут допустим лампочки а сюда мы к примеру можем нажать shift b и вот эту грань просто раз выделить еще раз нажать на нее с контролом и сделать дефолтные текстуры чтобы нас ты не смущала ну и в дальнейшем естественно можно просто ее примеру сделать супер маленькой либо сделать а какие-то выемки под лампочки и так далее это не не суть важно вот у нас добавилась лампочка как она светит делаем лид и видим что у нас сюда солнце не попадает он сам можно тоже крутить вертеть солнце в real time и меняется то есть если мы крутим его вниз она собственно вниз и крутится можем повороты задать то есть вот так например да и вот тут у нас уже видно вот вот собственно вот и свет все по идее предельно просто нужно просто привыкнуть цвет мы можем вообще любой можем синий сделать так как у нас есть эмиссив текстура то есть blend либо главу да кто как там называет это все можно фрагерских текстурах найти можно сделать самому если вы сами текстуру делаете и желательно наверное если вы планируете изменять цвет как бы сделать их наверное белыми они желтыми чтобы искажение цвета не было то есть если они будут белые то и синий будет более синий здесь просто они почти но светлые желтые здесь возможно это не так заметно возможно я ошибаюсь ничего страшного можно сделать синие и вот они у нас уже синий ну и в целом вроде как все делать материалы то есть обязательно не делайте кучу материалов вот таких здесь тоже можно в базовом материале сюда добавить картинку внизу добавить текстуру можно все это делать но в этом нет абсолютно никакой необходимости здесь у нас просто стоят белые пиксели и нормал пиксель чтобы они у вас сразу были настраиваемые в этом нет никакой необходимости если у вас будет очень много таких материалов то есть представьте у вас на карте там 15 текстур до разных и вы используете вместо 1 1 материала вы используете 15 материалов карта очень нагружается и это становится очень не оптимизировано поэтому делаете просто материал instance и он уже весит в разы меньше и инстансов можно сколько угодно пожалуйста на делать то есть вот вы сделали пол сделали лампу там сделали весь у вас другая еще лампочка есть пожалуйста сделали еще раз а и вот решетку да мы хотели я уже хотел заканчивать а играет перекидываем материалы здесь у нас текстура есть заходим опять же все включаем чтобы у нас то но нам эти параметры не нужны он мы нормал не делали и и в бейс текстуру у меня подтормаживаю надеюсь видео не будет включить надо наверное перезагрузить компьютер либо это андрил немного подгружает выбираем собственно нашу текстуру решетку добавляем и вот у нас собственно выглядит как решетка вот и все а есть еще настройка можете себе сделать отдельно материал если хотите давайте наглядно сюда тоже добавлю чтобы она у нас было и вот образом выделяем я вот видите он у нас немножко какой-то съехавший можем попробовать это починить сеткой сделали планар видите он более-менее ровно выставился вать андрит сделано то непонятно у нас более-менее ровно выставился и еще один момент кстати как раз хорошо что я вот так поставил криво покажу то есть здесь мы видим что в целом о вертик по горизонтали у нас более-менее нормально а вот по вертикали он у нас не не сходится поэтому мы можем в целом попробовать увеличить а как это у нас квадрат давайте сделаны пир 2 до 2 новато делаем полтора за ручную просто и солям полтора нажимаем enter а play и вот примерно у нас про собственные подходит и вот образом но здесь чуть такая текстура специфична то есть сетку можно пожалуйста там решетку угодно сделать есть еще у этого материала некоторая специфика называется туса этот это означает что текстура будет отображаться как бы со всех сторон если вы ее выключите буду долго сохранять можете попробовать она будет просто отображаться с одной стороны все то есть будет отображаться с каждой грани здесь мы видим что как бы смотрим на эту сторону и мы видим другие стороны если мы выключим тут сайдет эффект то мы будем видеть только эту сторону только эту сторону если здесь повернемся только эту сторону и так далее то есть такое не самое нужное но кому-то вдруг пригодится и когда вы делаете решетки либо какие-то там стекла и так далее спаз материалы с прозрачностью которые вы когда их ставите допустим на пол ровно давайте прямо ровненько поставлю у вас видите внизу дырка и вы это будете видеть игре тоже то есть вот у вас там дырка черная это пофиксится когда вы будете делать static меш и поставить меньше мы с вами поговорим попозже когда будем подходить как бы к релизу карты в общем то вот этот момент не берите в голову когда вы будете делать static mesh когда вы будете из брашки делать модели а это нужно будет делать ну невозможно не из всех но из большинства нужно будет делать static меш и у вас этот эффект пропадет и просто внизу также будет сетка это просто это по визуальные видимо баг анрила может быть что-то еще честно говоря я не разбирался но когда вы будете от static mesh у вас все будет хорошо поэтому не беспокойтесь ну и вот в целом вроде бы все если будут какие то вопросы спрашивайте в комментариях можете уже потихонечку я думаю по этим двум урокам делать какую-то карту минимальную да какие-то падики может что-то еще и так далее сложные вопросы не задавайте сразу сразу говорю я вам не отвечу все время всем спасибо всем удачи и будьте здоровы